Подготовка квалифицированных кадров и повышение эффективности системы теплоснабжения в арктической зоне России. Эти и другие вопросы обсудили накануне во время заседания президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Совещание прошло в Санкт-Петербурге. Передает Айсен Бурнашова. Заседание состоялось под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина. Присутствующих приветствовал и губернатор города Георгий Полтавченко, который отметил, что Санкт-Петербург по праву называют центром полярных исследований и судостроения. Иностранные противники стали чаще говорить о пренебрежении России безопасностью и жизнью людей в арктических территориях. Поэтому сегодня на повестке дня стояли самые острые вопросы. Но чистое позиции надо будет научиться быть хозяином этой огромной большой территории, оберечь свой Арктик, оберечь свою Сибирь, свой Дальний Восток, оберечь всю территорию России, развивать ее в облада нашей страны, наши граждане. Развитие науки и технологий, подготовка квалифицированных кадров, повышение эффективности системы теплоснабжения в арктической зоне, предупреждение и ликвидация последствий ЧАЭС стали основными вопросами дня. В заседании приняли участие бизнесмены, ученые, представители федеральных органов исполнительной власти и представители арктических субъектов России. У нас уже сформировано, благодаря инициативе главы республики Борисова и Егорова, наши еще два подразделения, это Нижнеянский и поселки Черский. Но мы ставим вопрос о формировании аварийного аналитического центра поселки Тик-Тибулунского луса. Формирование Чаун-Билибинского энергетического узла также является для Якутии приоритетным вопросом. В 2019 году будет прекращена поставка электроснабжения с Чукотской атомной электростанции «Билибинская», в связи с чем остро встает вопрос электроснабжения поселка Черский. С учетом нужд всех колымских улусов республики и в целях поставки электроэнергии для отдельных районов Чукотки, в рамках заседания правительство Якутии поставило вопрос о строительстве нового генерирующего объекта тепловой электростанции мощностью в 198 мегаватт.